Онкопозитивные вот женщины. Мы вот онкопозитивные женщины. Учителей бывших не бывает. У нас онкологии в роду вообще не было. И грудь просто заболела. Я учитель биологии и химии. Казалось бы, я анатомию знаю, и все. Но я не представляла до этого момента, что рак груди – это шарик. Программа «Женское здоровье» пришла в тверь 12 лет назад. Пусть это слоган, что на ранней стадии рак излечим. Но это же действительно так. Мне очень нравится вот эта фраза. Если нельзя изменить обстоятельства, нужно изменить отношение к ним. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня в нашей студии гости из Твери – Екатерина Грабельникова. Екатерина является координатором движения программы «Женское здоровье» в городе Тверь. И также она является организатором и председателем, общественной организации «Все в твоих руках». Катя, добрый день. Здравствуйте, Ольга. Ну вот расскажи, пожалуйста, что из себя представляют два этих проекта? Это об одном и том же или это две разные организации? Или какое-то есть взаимодействие? Это об одном и том же. Тем более, что программа «Женское здоровье» пришла в Твери 12 лет назад. Это был 2007 год. И очень неравнодушный человек из Москвы, Катя Башта, нашла очень неравнодушного человека, Надю Веснапа, в городе Твери, у которого нет диагноза, у Нади не было. Она просто очень неравнодушный человек, который сразу же нашла неравнодушного человека в онкодиспансере. Это наш онколог-мамолог Ирина Евстигнеева. И вот они вместе решили попробовать заняться проблемой женского здоровья в отдельно взятом регионе. Это был первый регион, куда пришла эта программа «Женское здоровье». А чем они занимались там 12 лет назад? Что это было? Сначала это было достаточно такое простое взаимодействие. Это была организация групп взаимопомощи. То есть женщины объединены одним диагнозом – рак молочной железы. И вот самая первая встреча, она и произошла в 2007 году, в декабре, когда первая группа взаимопомощи собралась в поликлинике онкодиспансера напротив кабинета этого неравнодушного врача, где мы просто вот встретились и беседовали. Я поторопилась сказать «мы». Ты говоришь «мы». «Мы». Поторопилась сказать «мы». Ты там была? Я пришла туда в 2009 году, когда у меня у самой определился этот диагноз. В 2010-м. В 2009-м. В 2009-м. И с 2009-го года ты занимаешься вот этим проектом «Женское здоровье», стал координатором сразу или это со временем? Это со временем. Как вот я иногда говорю, что я сделала карьеру. Я сделала карьеру в этой области, потому что я сначала пришла как пациентка и посетила, когда я находилась в стационаре онкодиспансера, и вот только что у меня три дня назад была операция мастектомия, и как раз в этот день собралась эта группа взаимопомощи в отделении поликлиники. И я туда пришла как пациентка по стеночке. Пришла и думаю, что ж там такое-то. А там женщины такие активные. Пришли и рассказывают, как они живут, и очень хорошо, и активно живут. И я как пациентка, потом я как участница группы взаимопомощи уже активная, потому что мое учительское прошлое, у меня даже написан такой тезис, учителей бывших не бывает, она мне не позволила стоять в стороне. Я стала организатором разных дел в нашей группе. Затем я стала лидером группы. Затем меня координатор Надя Веснапу, она меня стала возить на разные семинары в Москву, которая делала программу женское здоровье. И в итоге она переложила на меня свои полномочия координатора. А чем сейчас Катя занимается? Вы с ней взаимодействуете как-то? Катя, это руководитель проекта. А, руководитель? Она руководитель проекта в Москве. А, вы имеете в виду во что? Да, конечно, конечно, конечно. А вот Надя Весна, чем сейчас занимается? Она же начинала. Она просто обучила, так сказать, меня, путевку в жизнь дала. Запустила. Запустила, да, туда. Запустила, куда надо. Сейчас она просто занимается своими делами. Мы сотрудничаем вместе, общаемся. У нее, слава богу, нет диагноза. Она просто вот такой человек. То есть получается, что если с 2009 года, это получается 10 лет, вы занимаетесь вот этой вот деятельностью. Что входит в эту вашу деятельность? Вот с чего начинается? Это же каждый день получается? Практически каждый день. Обычный будний день. С чего он начинается? Такого человека, как вы, который помогает женщинам с РМЖ. Ну, если уже исходить из того, что с 2011 года у нас по инициативе нашего врача и пациенток возникла пациентская организация. То есть мы зарегистрированы как Тверская областная общественная организация помощи женщинам с онкологическими заболеваниями. То несколько лет назад я стала руководителем этой общественной организации. Мой день расписан, можно сказать, по минутам. С утра начинаются звонки, связи с разными возможными благодарителями, которые нам что-то могут где-то помочь. Потому что мы получаем небольшую финансовую поддержку от программы «Женское здоровье», которая вот в Москве находится. Она рассчитана, эта поддержка, именно на, скажем так, на финансовую поддержку сервисов. То есть то, что женщинам приносит определенные приятности или физическая реабилитация. А все остальное, конечно, это то, что происходит в взаимодействии с государственными структурами, с различными, я не могу сказать, общественными организациями, другие. Потому что каждая общественная организация, она варится в собственном соку. Но, по крайней мере, с людьми неравнодушными, скажем так. То есть вот день – это обзон сначала организаций, которые могут оказать помощь. С девочками каждый день встречаетесь или это вот... С девочками мы, по крайней мере, у нас есть группы во всех социальных сетях, в зависимости от того, девочки, какими пользуются, соцсетями. У нас есть чат в WhatsApp, я очень активный. Мы все на телефонах, каждый день это обязательно. Так у нас встречи получаются три раза в неделю. Достаточно много. Да. Но у нас встречи группы взаимопомощи, куда приходят девочки пообщаться, что-то узнать новое, что-то узнать интересное. Там лекции читают или... Да, лекции врачей, мы уже от этого отошли. В основном это у нас мастер-классы, это у нас, скажем, такая просветительская деятельность в области искусства, экскурсии, посещение музеев, театра. Вот это вот деятельность такая. Либо в одном месте вы где-то можете собраться, да, пообщаться? В одном месте у нас очень хорошие контакты с библиотекой, с одной из библиотек нашего города. И там нам предоставляют бесплатно помещение раз в месяц, каждая третья среда у нас. Это стабильно наша встреча. И эта встреча, вот у меня всегда эта боль в душе, потому что вот я сейчас вижу молодые девушки, они чаще общаются через соцсети, инстаграм. А вот люди преклонного возраста, скажем, те пациентки, средний возраст которых вот они в нашем стационаре, это 60 лет, и до 80 лет там есть пациентки, а им-то куда? И для них это такое счастье губки накрасить, красиво одеться, прийти в библиотеку, пообщаться. И вот 17-го у нас среду встреча, посвященная истории танцев. То есть нам сотрудники, сотрудники библиотеки приготовили для нас теоретическую часть, ну а дальше это уже мое. Будете танцевать? Хотелось бы, но я пригласила, не отказались девочки на благотворительной основе, это студия восточного танца придет к нам, и, так сказать, маленькие волонтеры, это моя внучка, ее подружки, хип-хоп покажут. Вот так. Ну, чтобы посмотреть там, женщины же должны знать, что такое хип-хоп, скажем так. Вот, вот эти встречи. Ну и, конечно, самое главное, это посещение онкодиспансера, стационара. Я думаю, что это, наверное... Это сколько? Тоже один раз в неделю? Это раз в неделю получается. Раз в две недели у нас школа пациента, это расширенное такое мероприятие, куда приглашаются еще специалисты, которые могут оказать какую-то такую помощь словом, советами тем женщинам, которые или сразу после операции, или проходят лечение. В стационаре именно. И раз в неделю мы приходим в отделение просто рассказать о том, что мы есть такая организация, что мы можем оказать психологическую помощь, и говорим наши правила, которые у нас заведены в нашей организации, что четко нельзя делать, что можно делать, и что нужно делать. И поэтому я считаю, вот это вот очень важное такое направление, когда женщина чувствует, что она не одинока. Как реагируют женщины вот на ваш приход? Какой хороший вопрос, Оль. Это вообще вопрос замечательный, потому что реагирует по-разному. Давайте рассказывать. Очень интересно. Да, мы же... Я думаю, что это один из первых онкодиспансеров, который разрешил вход в стационарное отделение, ну, каким-то... Если вот так со стороны врачей, какие-то там женщины. Но мы же до этого, мы с главным врачом, с зав. отделением проговаривали, кто мы, зачем приходим, что мы будем говорить. И мы сразу говорим. У нас самые основные правила вот нашей встречи с пациентками. Мы не обсуждаем врача, мы не обсуждаем ход лечения, мы не пропагандируем какие-то альтернативные способы лечения, методы лечения. И тогда нас туда пустили. И вот такой коридор, палаты. Заходишь в одну палату. Ой, как мы вас ждали, как здорово, мы уже ждем две недели. Ну, наконец-то вы пришли. У вас уже... Это повторный приход, да? Но они... Как это? Сарафанное радио. Мы же ходим уже давно в онкодиспансеры. Они знают, мы должны прийти. Они нас ждут. Ой, думаешь, как хорошо, как нас ждут. Это здорово. Заходишь в другую палату, лицом к стенке, нам спина, мне ничего не надо, проходите мимо. Некоторые агрессивно бывают настроенные, потому что благодаря программе «Женское здоровье» у них был такой проект. К сожалению, сейчас он финансово не поддерживается. Проект так и назывался «Ты не одинока». Это когда женщинам, которые прошли мастектонию, выдавали бесплатно послеоперационное белье. То есть этот проект, вот программа «Женское здоровье», они его раскрутили в Москве. То есть на деньги благотворителей они договаривались, закупали это белье где-то. После этого проекта у нас были Екатерина и Татьяна, и они рассказывали об этом. Ну, вот я хочу вернуться к реакции тех, которые находятся на больничных койках в момент лечения, после операции. Вот если человек отреагировал отрицательно на ваш визит, вы как-то продолжаете к нему какие-то, ищете пути? Нет, ну что значит пути? Мы, ну, если человек не желает разговаривать. Если вот он просто не желает разговаривать, я обычно говорю, ну, девочки так вот уже проучены, кто мы ходим, да, в онкодиспансер. Ой, извините, что побеспокоили. Если вы что-то захотите узнать, телефоны на стенде. У нас есть свой стенд в отделении. Патология молочной железы. Потому что это же может быть настроение. Вот сегодня с плохим настроением. А завтра будет все нормально. А завтра нужна помощь. Конечно. Нет, телефоны... Такие случаи бывали? Бывают. И телефон в доступе. И могут позвонить. Они же ведь как больные люди, они как маленькие дети. Вот она может позвонить мне в 11 часов. Но нет у меня вот этого вот понятия, что я телефон отключаю. У меня вот это вот. А вдруг вот позвонят? Поэтому могут вот так позвонить. И бывают случаи агрессивности. Это вот я вот как раз о наборах говорила. Сейчас этих наборов меньше, потому что проект заканчивается. Допустим, нет того размера. И одна дама, я ей объясняю, вы понимаете, вот нет конкретно вашего размера. Но давайте вот что-то придумаем. Что это я тут буду придумывать? Позовите мне вашего начальника, я на вас жалобу напишу. Понимаете? Ну, это, к сожалению... Да, да. Нельзя исключить из нашей жизни. Нельзя. Вот, может быть, просто не обращать на это внимания, а делать, продолжать другое дело. Ну, естественно, стараемся. Катя, вот это вот женское здоровье программы и ваша организация общественная, где вы председатель, это распространяется на Тверь и Тверскую область, правильно? Сколько человек сейчас в проекте? Ну, вот если брать весь как организацию, как организацию, это около 200 человек. Потому что у нас есть, вот основная наша организация, часть организации «Ядро» – это Тверь. Но у нас есть группы взаимопомощи, то есть ячейки нашей организации в трех крупных районных центрах нашей области. Поэтому эти девочки получают также вот от нас финансовую поддержку, допустим, для обеспечения, для покупки абонементов в бассейн. Если я в своем городе могу договориться через местное министерство соцзащиты, городскую администрацию, и для наших девушек выделят бесплатный абонемент для посещения бассейна, то вот в маленьких городках они есть бассейны, но они коммерческие. Поэтому вот там сервисы мы им оплачиваем. Девочки сами, получается, бесплатно ходят, но программа оплачивает. А коммерсанты сами не хотят бы участвовать? Вы знаете, такой вопрос... Им же не так много вот таких женщин. Не много. Их немного. И сумма, получается, совсем такая небольшая. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Ну, видимо, общество не готово помогать тем людям, которые вот до конца не готовы. Я имею в виду, может быть, коммерческое. Не все, конечно. Не все. Есть же какие-то люди, которые откликаются. И вот я помню, я к вам приезжала на встречу с девочками, и было бесплатно же предоставлено место для встречи. И мы там потренировались вместе. Есть же прекрасные места. Есть. Но в любом случае вы ведете работу, обучаете. Вот как это происходит? Вот сама организация работы этого общества. То есть вот если вы координатор, все получается на ваших плечах. Ну, тогда, конечно, вы знаете, даже вот бывает такая ситуация, Оль, что, ну, вот лето. Вон такой вот мертвый сезон, наверное, для всех видов деятельности. Потому что это в основном личное время каждого. Отпуска там до дачи. Ну, и все такое. И вот даже некому пойти навстречу в онкодиспансер, где нас ждут. И вот бывает ситуация, что я тоже вот уехала. Вот меня нет в городе. Ну, я же тоже могу как бы месяц посвятить себе. Ну, надо же прийти, обзваниваю девчонок. Там я занята, я занята. Но, слава богу, есть моя дочь, которая может пойти. У нее, и слава богу, нет диагноза. Но она видела маму, она была со мной после операции, она меня выхаживала. И она может пойти, дать какие-то советы, раздать литературу. Мы же помимо вот этих встреч, мы раздаем нужную литературу, предоставленную программой женское здоровье. То есть как себя во время этого лечения проходить, как во время этого рекомендации по гимнастике. У нас очень много вот такого, что нужно принести. Ну, да, потому что информации как раз не хватает у женщин, которые заболели. Конечно, конечно. А как волонтеры приходят? Откуда они берутся у вас? Откуда появляются? Волонтеры, наверное, по велению души. Вот как таковых волонтеров у нас немного. Сколько человек? Ну, вот если вот так вот... Мы про равные консультанты потом поговорим, да? Да, да. Ну, вот если так волонтеров, то их 10 человек. Активно работающих волонтеров. То есть тем, кому я могу позвонить и сказать, Ларис, вот срочно мне нужна помощь. Да, сейчас, вот, да, все, готово. То есть это вот те люди, которые могут сразу прийти на помощь. Равное консультирование сколько там? Равного консультирования, ну, если скажем, сертифицированных, потому что программа «Женское здоровье», она ведет обучение равных консультантов, и после прохождения двух модулей выдается сертификат. Ну, что мы проучены, выучены, мы можем работать равными консультантами. Мы знаем основы, и юридические права, и пациентов, и свои собственные. И вот таких равных консультантов у нас 6 человек, и на подходе, сейчас будет проучены на втором уже модуле, еще 6 человек, то есть будет уже 12. Это уже хорошо. Ну, да. Сколько вы, получается, вот год, как равное консультирование, женская программа «Женского здоровья» в Турии 12 лет, а год, как равное консультирование идет, вот эта программа запущена. Ну, проект, да. Сколько женщин вам удалось проконсультировать? Проконсультировать. Но, во-первых, мы, нам, женская программа «Женское здоровье», руководители, помогли сразу вот разъединить два понятия. Групповые консультации и индивидуальные консультации. Если исходить из групповых консультаций, то мы примерно около 300 человек, мы вот меньше года, но мы консультацию дали. 300 человек. 300 человек, потому что когда мы приходим, допустим, в один четверг в онкодиспансер, мы просим женщин написать вопросы, на какие они хотят получать ответы. И потом мы уже консультируем по этим вопросам. Но у нас есть еще индивидуальные консультации. Когда прошла групповая, то есть мы собираемся в столовой, которую нам предоставляет отделение, мы там все проговорили, ответили на вопросы. Потом всегда остается несколько женщин, которым нужно пошептаться конкретно с консультантов. И мы тогда отвечаем индивидуальной консультацией. Такой налаженный процесс, уже отработанный у кого-то годами. У вас в любом случае, вы даже начав равное консультирование, уже были не новички. То есть понимали все равно, с кем придется иметь дело. И о чем придется говорить. Самое главное, понимали, зачем это нужно. И какая помощь будет. Это вообще самое главное. Ну вот сейчас все так хорошо и замечательно. Но безоблачным небо не было над головой. И вот 2009 год он был непростым. Да, потому что диагноз в 2009 получил. В 2009. Ну вот расскажи, как это произошло. Тоже как бы поделись опытом. Потому что нас смотрят многие, кто сейчас находится на пути лечения, путь к выздоровлению. Ну, в Инстаграме был такой флешмоб. 2009-2019. Да, 10 лет. Я сначала так на него смотрела со стороны просто. Думаю, ну такой. Потом думаю, господи, ведь это 2009 год-то был. Был год-то такой знаковый для меня. И, ну, как мы обычно, женщины, получила случайно. Вот я человек с высшим образованием. Столько лет проработала в школе. Тем более учитель биологии и химии. Казалось бы, я анатомию знаю и все. Но я не представляла до этого момента, что рак груди – это шарик. Я вообще вот даже до 50 лет, я ни разу не делала маммографию. Я не делала УЗИ молочных желез. У меня все в роду педагоги. И обе бабушки и мама умерли от инсульта. Я всегда думала, ну что, я педагог, значит, инсульт меня догонит. И как-то я не думала никогда. У нас онкологии в роду вообще не было. То есть неожиданный момент в жизни. Да, неожиданный момент. Неожиданный, абсолютно. Но, тем не менее, меня просто ударили локтем в троллейбусе. И грудь просто заболела. Ну, я пошла на УЗИ. Думаю, надо же, наверное, что-то посмотреть, что-то у меня за синяк. Ну, и врачу здесь сказала, что не синяк там. Надо, пожалуй, к маммологу. Она не сказала к онкологу, к маммологу обратиться. Я обратилась к маммологу. Оказалось, что это как раз вот та чудесная врач Ирина Евстигнеева, которая потом стала прародительницей всего нашего... Она уже была прародительницей нашего движения. В надежные руки попали. Надежные, да. И она вот так, посмотрев на меня со стороны, не трогая меня руками, еще без всякой маммографии, она сказала, ну что, рак? Такое возможно? Я не знаю. Вообще интересно посмотреть на доктора. Я уже потом поняла, почему. Когда после этого я стала читать какую-то литературу. На груди была апельсиновая корочка. Я думала, что это раздражение. И она была уже где-то с полгода. Кремом помажут, и пройдет кремом помажут. А потом я прочитала, и, оказывается, показатель такой. Да тем более УЗИ-то у меня уже было, что там... Но она УЗИ еще не смотрела до этого времени. Сказала, ну что, будем лечиться? Я говорю, да. Тогда завтра на анализы. Я вышла, пошла на анализы. Ну, чувство такой немного отстраненности. Не то, что не со мной, а такое, ну, раз сказали, надо, значит, надо. Человек-то я в советской закалке. Надо, значит, пойду, сдам анализы. Зала анализы, подождали. Да, рак, злокачественная. Будем к операции готовиться? Страх был? Нет. А что было? Я не боялась, потому что я не знала, что это такое. Ну, слово я не боялась почему-то. Мне казалось, рак как заболевание, хотя в то время не было вот этого у меня на глазах слогана «Рак победим», «Рак излечим», «Рак не приговор». Ну, казалось, что-то это такое, ну, просто как диагноз, как заболевание. Когда уже потом я пообщалась с теми, кто сидит в очереди, в кабинеты, мне уже немножко стало как-то так страшновато. Думаю, ну, это не все так просто. Попадаешь потихонечку в атмосферу вот этого онко... Я вот сейчас понимаю, что вот то, чем мы занимаемся, равное консультирование, когда мы находимся в поликлинике, а не только в стационаре, и видим этих растерянных женщин. Вот они мы, кто в этот момент нужен там, чтобы вот не слушать там, кто там тетя Маша, тетя Паша умерли там где-то. А надо слышать-то о том, что мы живы, и мы живем с таким диагнозом. Ну да, самое главное настроить человека на лечение, чтобы он не отказался, не отрекся, а прошел этот путь, чтобы там какие бы побочки не были, не сдаваться, самое главное. А я и не знала, будут ли побочки или нет. Я просто запомнила слова доктора. У меня врач-хирург, он был очень интересным, он есть, очень интересный. Он такой и сейчас. Это неразговорчивый, это такой вот неулыбчивый, это вот который не отвечает на вопросы. Но он подошел, посмотрел на меня и сказал, я все сделал как надо, теперь надо набраться терпения на лечение, оно будет долгим. И ушел. А я еще только после наркоза такая. Ну, я потом это вспомнила, что он сказал. Ну, думаю, на путстве тоже в жизни. Ну, такой человек, ну и что? Ну, я поняла, что мне надо настроиться на лечение, поэтому 8 химий, 21 луч я прошла. По бочке вот кто-то поддерживал, вот как ресурс, откуда брали? Ресурс в данной ситуации, вот в начале, когда я не знала, что такое сообщество есть в городе, да, я в сообщество-то попала, когда я проходила химии, наверное, месяца три после диагноза, когда мне, моя врач же, и сказала, что вы же Екатерина Алексеевна, учитель, я вас вижу в этой организации, давайте-ка вот сходите по этому адресу. Я еще месяца два не шла. Ну, что я туда пойду-то, господи? Поэтому в начале это, конечно, семья. Это семья, это муж, это трое детей, которые постоянно тут где-то рядом. Ну, то есть они зажигали на жизнь, да? Потому что ведь многие говорят о том, что это, ну, сложно переносить вот эти химии, и по физическому состоянию, и по моральному. Что испытали вместе с семьей? Ну, вместе с семьей я испытала... Ну, я старалась не показывать, как мне плохо. Они же работали все. Они все работали. Допустим, у меня химия была такая. Раньше не было вот этих... Ну, я не знаю, может, они и были. Я не углублялась в этот тогда процесс и знания, как сейчас все углубляются. Вот мне сделали химию, капельницу, и я поехала домой. Ну, меня соседи... У нас не было на тот момент машины, и меня соседи привозили, отвозили, привезут домой. Там какое-то время со мной кто-то побудет, потом разбегается на работу, а там я могу себе позволить ползком до туалета доползти там или что-то. А они приходят, я уже вроде и суп сварила. Даже что-то делали по дому. Ну, конечно. Я между химиями умудрялась съездить, проведать отца. Я ему не говорила, что у меня рак, хотя я приезжала к нему в платочке. Он один раз меня спросил, доча, а ты чего-то в платочке-то? Я говорю, пап, неудачно волосы покрасила, вылезли. Ну, и ладно. Поверил? Думаю, нет. Мне кажется, он догадывался. Но не спрашивал. Не обсуждал. Не обсуждал. Мы ему не говорили. Это то, что человек в почтенном возрасте, не нужно лишнее вот это все. Ну, а вот когда ты узнала, что у тебя рак, вот сейчас уже прошло 10 лет. А вот на тот момент думала ты о том, сколько ты проживешь? Ведь многие задаются этим вопросом, потому что все-таки считают, что рак это смертельная болезнь. Я сразу вспоминаю, значит, две недели назад мне звонок по телефону. Незнакомый номер, а я отвечаю на все телефонные звонки. Я говорю, да, мужской голос. Это Екатерина Алексеевна, да. Вы вот председатель, да. Вы знаете, это роман. Я вот привез жену, ну, из отдаленного населенного пункта. Вы знаете, вот ей диагностировали рак, и у нее первое посещение было. У нее уже четвертая стадия. 38 лет. Вот вы, я вот понимаю, что не могу настаивать, а вы бы не могли вот приехать в онкодиспансер. Мы в очереди трепан-биопсию брали у нее метастазы. Вот. Я говорю, конечно, приеду. Я быстренько раз-раз собралась, приехала. И мы с ней разговаривали, когда, с этой женщиной. Она говорит, вы знаете, когда мне сказали, вот врач сказал рак, а я, говорит, ты его спрашивала, а сколько мне осталось? Я говорю, сейчас я имя изменю, подумаю, Таня, говорю. Таня, а, говорю, неужели такие вопросы задают врачу? Она говорит, ну, я же задала. Я не задавала себе этот вопрос. Себе не задавали и врачам? Себе и врачам не задавала. То есть вы даже не думали о том, что... Нет, не думала. Может, так и надо? Не знаю. У меня вот сейчас вот это муссирование, вот этого вопроса, особенно вот в Инстаграме. Я не Инстаграмщица как таковая, но по роду своей деятельности мне приходится там ввести вот этот аккаунт. И я вот все равно читаю вот эти с хэштегом РМЖ, они же высвечиваются, все это. И мне кажется, это вот такой надуманный вопрос немного. Ну, может, для кого-то он важный. Я не беру тут судить. Просто вот эти вот все истории, если брать СМИ, да? Да. Известный человек умер от рака и сразу умер от рака. Значит, что? Рак. Это вот безысход какой-то, да? Все от него умирают. Потому что сразу... Поэтому и такое мнение у людей чаще всего. Вот вы абстрагировали сразу от этой мысли. И, может быть, это даже и дополнительным было ресурсом, да? Я думаю, что да. Для того, чтобы выздороветь и еще другим помогать, выздоравливать. Мне кажется, наверное, да. Потому что я даже в то время не задумывалась над понятием рецидив. Это вот последние годы, когда вот больше стало, ну, естественно, обрастать знакомыми, больше стало информацией, вот какой-то такой в интернете высвечиваться. Я вот стала думать, ну, рецидив от этого не застрахован онкологически больной, в принципе. Да, у меня ремиссия считается такая долгосрочная, да, ремиссия, 10 лет, но это же ремиссия, такая ремиссия. Пусть это тянется долго, условия. Ну, если, да, конечно, это долгая-долгая ремиссия. А рецидив – это реальность, так? Как она существует где-то пока вот тут? Катя, скажи, пожалуйста, а что вот в современных условиях может изменить ситуацию с РМЖ, ну, с раком молочной железы, как вот, ведь она, в принципе, непростая сейчас, да, это и поздняя диагностика, да, когда на поздней стадии обнаруживается, а это можно обнаружить, в принципе, диагностировать на ранних стадиях, это диагностируется на ранних стадиях, там, в процессе лечения. Вот эти вот огромное количество каких-то нетрадиционных методов, которые всевозможными способами как-то доходят до тех, кто получил на руки эти диагнозы. Да и вообще много всего. И этика связана с врачами, и между онкопациентскими организациями тоже не все хорошо вот в плане взаимодействия. Вот поговорим на эту тему. Ну, во-первых, мне кажется, что, может быть, оно и не стало, ну, может быть, стало в каком-то процентно-небольшом соотношении больше онкологии как таковой. Просто я думаю, что мы же проповедуем раннюю диагностику. Да. И вот процент еще прироста онкологических заболеваний, это как раз из-за ранней диагностики. И слава богу, что это на ранней стадии. Потому что пусть это слоган, что на ранней стадии рак излечим. Но это же действительно так. Раннюю стадию, если уж ее лечить, надо ее и лечить проще. Значит, во-первых, это, конечно, все мероприятия, которые именно пропагандируют раннюю диагностику. Вот мы в нашей организации делаем много в этом отношении. У нас встречи информационные в коллективах женщин по городу, по области. Мы делаем выездные мероприятия в область с нашими врачами. Охотно идут. Вот собирайте людей, потому что многие же жалуются. Ну да. Вот как это изменить? Почему люди не хотят идти к врачу? Некоторые боятся, и боятся до того момента, когда уже поздно что-то делать. А некоторые просто не хотят или считают себя абсолютно здоровыми людьми, а потом, в общем-то, обнаруживаются. Да, в принципе, у нас вот это обывательское. Почему не хотят идти? Почему? А вдруг чего найдут? Вот. Вот это вот самое главное. Вот для этого и надо идти, чтобы что-то нашли или что-то не нашли. Вот мы так и объясняем, когда мы собираем народ. Но что значит собрать народ? Вот у нас есть такая подпрограмма в нашей организации, когда мы знаем, рак отступает. То есть это вот, скажем так, действительно информационная программа. Кто продумал такой слоган? Очень рамок. Ой, это мне... Вот это мы потом поговорим о взаимодействии разных сообществ. Но есть такая организация Безберге. У них был слоган, когда мы идем, рак отступает. И когда я руководителю Ольги, мы с ней общаемся, лично мы незнакомы общаемся в разных соцсетях, когда я у нее спросила, а можно ли воспользоваться слоганом, немного видоизменив, она сказала, конечно, конечно, пожалуйста. И поэтому у нас вот две такие подпрограммы. Когда мы знаем, рак отступает, это информационное все. И когда мы вместе, рак отступает. Это все наши мероприятия, наши концерты, наши все ах и ох, фотомарафоны и все прочее. Да, я уже увидела у вас три очень позитивные женщины. И чувствуется, что там раку места нет. Ну вот хотелось бы так думать. Вот я думаю, что вот эта ранняя диагностика, это самое главное, как загнать. Я в платочке, когда проходила химию, так сложилось, что я работала в трех крупных школах города. Последние годы вообще работала заместителем директора в обывательской средизавуч. Я, значит, в этом платочке такая вот три дня отлежусь и говорила своему врачу, а давайте пойдем вот в школу номер такую-то. Я звонила директору, где я работала. Он, положим, Марья Ивановна. Говорила, Марья Ивановна, вот так и так. Вот знаете же, что я перенесла. Вот хотелось бы привести к женщинам доктора хорошего, которые расскажут, как за собой последить, как что-то увидеть, как куда-то... Да, пожалуйста. Только в одной школе я встретила отказ. Ой, Екатерина Алексеевна, и не выдумывайте, пойдут еще все проверяться, искать там что-то у себя. Ну, это же вообще, по-моему, у нас такой подход из позапрошлого даже века. Тем не менее, такое бывает, такое бывает. Как с этим бороться? Вот как раз вопрос-то в том, как это улучшить и как изменить. Ведь у вас десятилетний опыт работы. А мне кажется, вот это только, скажем так, работа на репутацию. Вот почему и происходит сейчас вот этот немного... Не хочется слово применять, конкуренция в разного рода наших онкологических сообществах. Да, есть такое. То есть взаимодействие, оно очень слабое и кратковременное. И не всегда оно бывает приятное, уж если так, на чистоту. Хотелось бы как-то вместе сообща. Но вот работая в школе, я понимаю, что когда много народу, это хаос. Ну, пусть каждый занимается своим делом, но хотя бы, чтобы взаимодействие было. Ну, вот всех объединить в этом вопросе, наверное, невозможно. У каждого свое мировоззрение. Каждый придерживается определенной точки зрения, как надо вести работу с онкопациентами. Но взаимодействовать можно и таким образом наращивать массу. Ведь, опять же, проблема в чем чаще всего? Онкопациентская организация, она уже сталкивается с теми людьми, которые получили на руки диагноз. Те, которые ходят и носят, вынашивают в себе вот эти вот всякие всевозможные раки, они ничего не знают про онкопациентскую организацию. Вот как между этими людьми, которые могут быть через месяц с онкопациентом, как с ними, как к ним подойти вообще? Есть ли какие-то инструменты? Вот вы думаете об этом? Ну, вот я, конечно, об этом думала. И мне кажется, что здесь вот взаимодействие именно с органами власти местными и, самое главное, СМИ. Вот у меня сложились дружеские отношения с двумя газетами нашими, одной областной, ну да, областные газеты, и с корреспондентами, которые всегда приезжают на наши мероприятия, красиво их освещают в прессе. Особенно то, что связано, ну, действительно, вот с такими интересными моментами, может быть, где-то зрелищными, где-то вот такими просветительскими. И вот эта вот информация, она помогает сообществу, нет, вернее, обществу увидеть, что такое сообщество онкопациентов. Ну, вот мне даже нравится, ведь сейчас разные есть онкофеи, там что только нет, да, онкопозитивные вот женщины. Мы вот онкопозитивные женщины. Что есть такие женщины, которые, получив диагноз, живут, еще могут другим помогать, и могут оказать какую-то информационную поддержку, совет. Но были какие-то входящие звонки от людей, которые не получив диагноз, да, как к вам обращать? Были, благодаря вот опять же вот этой деятельности СМИ и информирования. И вот для меня вот главная задача, я знаю, что некоторые... Понятно, что не везде все гладко. И я так думаю, не знаю, я так думаю, что есть некоторые и наши, допустим, из нашего сообщества женщины, которые думают, что вот я действую, там, ну, как-то показуха, да, такая. Вот я себя пиарю, да не нужен мне этот пиар. Я вот в основном стараюсь рассказать о нашей организации. Ну да. Я всегда говорю наше, наше. Основная. Хочу, чтобы знали. Правильно. Чтобы знали, что есть. Правильно. Основная задача, это не пиар, это привлечь внимание большого количества людей. Мы живем в то время, когда бессмысленно кого-то к чему-то принуждать и что-то навязывать. Можно только своим примером показывать, как... Вот, вот, и делиться своим опытом. Только тогда люди могут поверить. А мы уже столько всего наелись за эти годы, да. В общем, хорошо. Я вот просто хочу, вот один момент. Ну, не то, что похвастаться, но хочу, в принципе. У нас каждый год проходит как бы такая акция в газете. У нас есть такая областная газета «Караван», и там журналисты проводят акцию «Человек года». Выбирают 10 таких людей, активных за год. И вот в этом году, как муж у меня сказал, он бывший спортсмен, что я вошла в пятерку лучших. Я была пятая. Вот, да. Пятая. И люди-то были те, которые вот меня, скажем так, заметили. Там голосование же было. Это не онкобольные. Это не онкопациенты. Это просто вот люди, которые знают, чем мы занимаемся. Мы опять-таки... Это дело благородное, и оно вызывает у многих восхищение и восторг, потому что не каждый готов заниматься такой острой проблемой. Это непростое дело, даже психологически. Кстати, есть вопрос от наших зрителей. Сейчас к нему позже подойдем. Еще у меня один вопрос такой. Бытует мнение, что в Москве самые лучшие врачи и самое лучшее лечение. В Твери как обстоит дело? Миф давайте развеем. Вы знаете, ну вот я сама лечилась только в Твери. Я не испытывала проблемы с лекарствами для получения химии, потому что у меня... Все по ОМС? Все по ОМС. Мне химию меняли. То есть у меня... Я говорю, я только недавно выучила название препарата, который, оказывается, сейчас его почему-то выбивают. Это вот платиновая из разряда химии, да, поклитоксил. Потому что я как-то не знаю, врач назначил, я прокапалась. Все, я не испытывала такого. А что значит выбивают, где это выбивают? А вот где-то вот я просто читаю по интернету, что я пошла там выбила. В основном молодые девчонки. Вот я говорю, у них сейчас борьба идет, борьба. Нужно принять диагноз и лечиться. Нужно лечить рак, а не бороться. Потому что все силы уходят на какую-то эту возню борьбу. Вот я так считаю. А то, что касается Твери. Вот я считаю, где родился, там и пригодился. Я девчонок всегда... Я же читаю вот наших даже девочек, которые очень много лечатся в Москве. Я их всегда прошу только об одном. Что девчонки. Это ваше право, где лечиться. Тем более сейчас такие возможности по ОМС полечиться в федеральных центрах. Не только операции, да, но лучевую, химиотерапию. Вот и в данный момент у нас девочки в Москве есть. Но никогда не надо хаять свое. Наш онкодиспансер, если бы были такие возможности финансовые, как в федеральных центрах, то он бы был не хуже. Вот в мою бытность, когда я лежала... Может, он и не хуже? Он не хуже. Там были пациентки из Москвы, приезжали оперироваться. Вот 10 лет назад. Я слышала, многие там делают зубы, между прочим. Ну, стоматология, да, стоматология хорошо. Ну, и операции, вот мастектомия делали хорошо, и приезжали. Я не знаю, не хватает врачей. Я не знаю, но в Москве, мне кажется, их тоже, может, не хватает. Да везде, наверное, такая проблема есть. Везде не хватает врачей. Надо просто решать на уровне определенного. А какие планы на жизнь у тебя лично и вот лично у ваших организаций? Вот лично план ближайший. Поехать, наконец-то, под Кострому на майские праздники. Плюс. Ну, плюс-то я заеду, это обязательно. Но у меня под Костромой, где жил отец, у меня такой городок Волгореченск, там у нас дачка. Мы ее приобрели недавно. Ну, ее чуть-чуть душой прикипели. В общем, я сейчас посмотрела, здесь крокусы расцвели. У меня, наверное, тоже крокусы. Вот хочется просто посмотреть. У нас там не ради, так сказать, урожая, а для удовольствия. Вот очень-очень туда вот ходить. Это ближайший личный план. Надо померивать. У меня планы, они вот такие, выполнимые, скажем так. Видимые. Видимые планы. Чтобы был результат быстровиден. А планы организации, у нас есть очень хороший проект. Очень хороший. Мне разрешили немножко им поделиться. Да. У нас есть категория врачей в онкодиспансере, молодых, активных, которые учатся везде, где только можно, оперирующие, хирурги. Вот это все есть. И у них есть идея, ну, допустим, создать клинику. Не они будут владельцами клиники. Ну, это будет коммерческая клиника, наверное, я так думаю. Они уже на пути к завершению там всяких таких дел. И нам там. У нас будет как бы партнерские взаимоотношения. Нас пригласили в партнеры. Мы же ничего не можем дать финансово. Ну, да. Но мы можем дать свое имя. Организация, все в твоих руках. Нам там дают помещение. И свое добро, и свою сердечность. Нам дадут помещение. Это в шаговой доступности от онкодиспансера. Там могут даже прийти пациентки, которые проходят речение радиологии, а им разрешено гулять. То есть вам легче будет консультировать? Конечно. Кабинет консультирования. Кабинет для занятия. Равного консультирования. Да, кабинет для занятия арт-терапии. Все на бесплатной основе, нам это там дадут. Поэтому вот у нас такой проект, его еще нигде нет. Все-таки есть сознательные коммерсанты, которые готовы помогать. Да, которые дадут нам там помещение. Здорово. Это прямо здорово. Да, это вообще очень приятно. У нас есть вопросы. Вопросы. Много, моя Ольга. Так как у нас уже много времени, мы с вами общаемся, поэтому всего два вопроса будет. Один вопрос от вашего руководителя Екатерины. Приятно. Вопрос. Что мотивирует на такую долгую работу в онкологической теме? Ведь многие хотят забыть этот онкологический опыт поскорее. Что помогает не бояться и не выгорать? Я вот благодарна Кате за этот вопрос, потому что она за своих подопечных, ну, я считаю, что, да, я подопечная, она болеет душой. Это вот такой человек. И она видит, сколько вкладывается вот в работу. И действительно она переживает. Вот я, признаться, я знаю, что означает термин выгорание. Знаю. Но я вот для себя его как-то вот не принимаю. Для себя не понимаю. Потому что я считаю, что это нужно для меня этим заниматься. Ну, почему они не ушли? Что значит нужно? Почему не ушли? Почему не забыли про болезнь? Я вот, наверное, подумала вот так вот тут недавно. И думаю, ну, хорошо. Работала бы я учителем. Если бы не заболела бы дальше, работала бы. Ушла бы на пенсию. Чем бы я вообще занималась? Если бы цветочки сажала там в огороде, наверное, не знаю, чем. Хорошее занятие. Ну, хорошее занятие, я ничего не говорю. Но дело в том, что вот эта педагогическая деятельность, особенно вот я всегда работала со старшеклассниками, она все равно это подпитка. Это постоянно какая-то движуха такая. Это постоянно какой-то драйв. Ну, не хочется вот где-то засидеться. В онкотеме. В онкотеме. В онкотеме. Я так думаю, мне очень нравится вот эта фраза. Если нельзя изменить обстоятельства, нужно изменить отношение к ним. Вот обстоятельства онкологии. Я изменила к ней отношение. Я поняла, что с этим диагнозом можно жить. И жить очень хорошо, успешно, радостно и продуктивно. И я вот так и живу. Радостно и продуктивно. И стараюсь... Благодаря чему радостно и продуктивно? Наверное, за счет того, что я вижу, какую эту пользу приносит. То есть удовлетворение от того, что помогаете другим людям? Наверное, да. Да, я думаю, да. Я вижу, что я нужна. То есть это основной ресурс? Основной ресурс, востребованность, значимость? Востребованность. Именно востребованность. Не то, что вот там я жду какой-то благодарности. Не делай добра, не получишь зла, потому что иногда бывает наоборот. А именно востребованность. Я нужна. Вот я нужна. Я понимаю, что я нужна и своей семье. То, что иногда там бывают такие пробелы, что я куда-то убежала, а надо что-то сделать. Ну, общественная деятельность, это да. Это нужно на это время. И не... Ну, я благодарна семье. Они у меня все волонтеры, по сути дела. Муж, если надо, Деда Мороза сыграет на нашем корпоративе. У сына машину он развезет, привезет, не знаю что. Дочь ходит со мной в онкодиспансер. Внучка тоже в теме, она знает все. Просто другой сын у меня в другом городе, но они тоже все постоянно. Ну, вот так как-то получилось. Как приятно это слышать, Катя. Как это приятно слышать. И приятно, что есть возможность общаться с такими людьми, как ты. Может быть, семью твою тоже увижу. Девочек, я твоих уже женщин видела. Мы потренировались, и я думаю, что это был первый, но точно не последний раз. Мы там фотосессию еще планируем. Обязательно. Нас там идут, кстати. Да? Здорово. Я вот там была вчера, договаривалась. С сентября у нас именно в этом центре начнутся занятия. Приеду. Да. Приеду. Обязательно. Я думаю, что уже там в ближайшее время. Так, ну, еще один вопрос от зрителей. Она тоже очень следит за нашими выпусками. Сразу ли вам удалось настроить себя на выздоровление? Вы сделали это сами. Была ли поддержка? Вот сейчас вы помогаете женщинам. А что у вас было поддержкой на тот момент? Ну, вот я уже сказала, сразу после наркоза слова врача. Потом слова лечащего врача о том, что я нужна вот в какой-то там организации, пока я не знала какой, но потом осознала, где я нужна. Поддержка семьи. Это самое главное. Даже на чисто бытовом уровне, когда меня закормили всякими вкусняшками и все. Кстати, я всегда, когда говорю о себе, я всегда забываю о второй операции, которая у меня прошла ровно через год. А что это была за операция? Все там же, все там же. Мне так интересно. Я думаю, надо же. Вот я сейчас вспомнила. У меня в 2010 году, ровно через год после первой операции, у меня на шве образовались, были новые образования. Было непонятно, что это такое. Рецидив, не рецидив. Ну, когда, слава богу, вырезали, оказались липогранулемы. Но у меня еще один шов, и общий наркоз, лечения никакого не было, но общий наркоз был, и все это было. И, видимо, настолько это мне показалось незначительно, что я об этой операции всегда забываю. Так что напоминают о ней только дополнительный шов. Кстати, да, вот тем, кто прошел операцию, у нас даже в чате есть случай, у одной женщины обнаружили тоже образование на шве. Тоже надо, в общем-то, очень так внимательно относиться к своему здоровью и наблюдаться после пройденного лечения. Все, как рекомендуется. Это обязательно. И это наше пожелание нашим зрителям, конечно. Кать, а вот когда диагноз был поставлен, что-то вот произошло с верой? Как с верой у тебя было? Ты была верующей человек на тот момент, обращалась к богу, в церковь ходила. Такой вопрос, вот он такой какой-то немножко интимный, правда ведь вот так про веру? Да, очень интимный. Тем более, что вот у нас в нашем сообществе есть представители разных конфессий. Вот мы берем веру, вот, просто... Веру в Бога. Да, веру в Бога. Мы не религию берем, а веру в Бога. Да, веру в Бога. Я, наверное, как обыватель такой. Я крещена. Я, наверное, верующая во что-то, в добро, которое несет Бог. Да. Я знаю церковные праздники. Я могу прийти в церковь. Кстати, иногда вот действительно вопрос-то интересный оказывается. Я могу прийти в церковь даже не в праздник. Вот бывает какое-то такое побуждение, что я должна прийти и просто постоять перед какой-то иконой. Ну, у меня вот три любимые иконы. Это Святой Пантелеймон, естественно, это Феодоровская Божья Матерь и Матрона. Вот если я вижу храм, ну, иногда к Екатерине подхожу, как бы посмотреть так. Но я не могу сказать, что я вот такая вот верующая. Хотя знаю, что наши некоторые девушки, они переосмыслили вот до и после принятия диагноза, и некоторые стали действительно больше доверять Богу. Я бы так вот сказала. Они то ли просят у него защиту какую-то, но я просто вот вижу. Доверять значит верить, да? Наверное, да. То есть если какие-то сомнения были, то они развеялись после вот... Вот мне кажется, да, потому что... Поставили диагноз. Они обращаются, они даже вот исповедоваться, да. Я помню, у меня был самый первый такой опыт обращения к Богу после болезни. У меня были еще химиотерапия проходила, и ко мне пришла подруга и говорит, слушай, Катя, вот сегодня там такое соборование происходит, а в моем представлении это связано со смертью. Она говорит, нет, что-то это разные есть варианты, это на здоровье, пойдем сходим. И там нужно было исповедоваться перед батюшкой. Ты исповедовалась? Это было очень интересно. Он меня... Учитель-биолог. Ну, неважно. Я решила... Ну, я решила... Да. Познать это таинство. Значит, он меня спрашивает, ну, давайте, говорите, ну, свои грехи. Я молчала, молчала и говорю... Говорила, что Бога нет детям, да? Вот я ему говорю. Вы знаете, у меня нет грехов. Он говорит, как это нет грехов? Заглянул мне туда, под это наград. Кто здесь смотрел, видно, на мой возраст. И говорит так тихонько, аборта не делал? Я говорю, нет. Он задумался, сам говорю. А потом говорит, ну, ведь семечки-то ела и в студенчестве гадала. Я говорю, да. Ну, вот, говорит, эти грехи, говорит, отпускаю. Вот так называется и смех, и грех. Тогда я тоже пойду. Семечки я ела. Наверное, тоже грешно тогда. Нет, я думаю, это такой вопрос, он действительно очень серьезный. Это вот смех смехом, но он серьезный вопрос. Серьезный. Самое интересное, вот я к себе применительно это не делала. Но когда я узнала, что у моего племянника опухоль мозга, я не позвонила сестра, я не знала, куда рвануть, я вышла из школы, я почему-то пришла в храм. Он был недалеко от школы. Я пришла, я не знала, что делать. То есть это редко бывало на тот момент, это было, сколько, 15 лет назад. Я подошла к женщине, спросила, и вот она меня поставила, уже не помню перед какой иконой, со свечкой. Я просто стояла. У меня вот от этого страха, от неожиданности, меня вот отпустило как-то. Ну да, чтобы справиться со страхом, нужны силы. А где их взять? Только в вере. Наверное, да. Силы можно взять только в вере. Ну, в вере в Бога. Да. Я не говорю про религию, да, то есть их много, разные правила. Но есть вера. Как человек подкрепляет эту веру? Ну, я не хожу в церковь, но я верю в Бога. Я верю, что он не оставит нас и что поможет нам. Я тоже верю, что что-то есть. Что-то такое, оно есть. Да. Пусть оно нам помогает. Про Дарвину мы бы сейчас не стали рассказывать. Нет, не стало бы, наверное, что же. Ладно. Спасибо за ответ. Что бы вы пожелали зрителям нашим? Ну, зрителям, как всегда желают здоровья, это все понятно. Да. Но я вообще вот желаю зрителям... Как онкопациенту, что можете сказать? Если вот онкопациенту, онкопациенту, я уже говорю, меняйте отношения. Просто меняйте отношения вот к этому обстоятельству. Есть диагноз, есть болезнь, которая лечится, которую нужно лечить. Просто, да, набраться терпения. И обязательно, если вот вы, уважаемые зрители, из другого города, все равно постараться найти единомышленников. Я не скажу, там, такие же, такие же, но единомышленников. Они всегда есть. Поддержка. Потому что вместе оно всегда вот проще. Не прятаться, не искриваться. Не прятаться, абсолютно. Нет. Ну что ж, спасибо большое, что приехали. Это была очень увлекательная беседа. Мне так комфортно с вами, Катя. И хорошо, что мы познакомились и продолжим наше знакомство. Оно перерастет в дружбу, сотрудничество. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Вот на самом деле как-то вот прям светло и позитивно все с Катей. Хочу пожелать вам тоже здоровья. Берегите себя, своих близких. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш телеканал «Жизнь», на YouTube-канал «Жизнь». Мы есть в соцсетях. Ждем с вами новых встреч. И будем для вас готовить новые, максимально полезные для вас выпуски. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok